Добрый день! В эфире телеканал НТС Новости в студии Елена Яковлева. Кому и на каких основаниях выделены крупные участки под коммерческое строительство в южной части Бишкека? Провести скорейшее расследование по этим вопросам потребовали депутаты. Сегодня на заседании Джугур-Кукинеша. Сразу несколько парламентариев вновь возмутились бездействием правоохранительных органов, хотя на сегодня уже заведено уголовное дело. По словам депутатов, выдача в аренду этих участков явно незаконная. Джанар Акаев заявил, что самые престижные земли, расположенные вдоль проспекта Айтматова, напротив жилмассива Киргизия-1, отданы студенту. При этом в конкурсе по каким-то причинам участие принимали лишь два человека и ни одной крупной известной в стране строительной компании. Речь идет о строительстве многоквартирного дома компании «Ихлас», который, по мнению все тех же депутатов, имеет отношение к Рамальмиянов, советник бывшего президента. Впрочем, не только эти земли, как выяснилось, теперь предназначены под коммерческое жилье, но и вдоль южной магистрали. Наталья Никитенко заявила, что не раз обращалась в мэрию с просьбой выделить там землю для строительства квартир для детей, сирот и социально уязвимых слоев населения. В мэрии ей ответили, что генплан и так предполагает там возведение социообъектов, однако на деле, возмутилась депутат, по улице Масалиева появляются лишь новые высотки и торговые центры, как тот, что возведен близ американского посольства. В течение пяти лет я обращаюсь в мэрию, в правительство с вопросом о выделении земли для строительства жилья для детей-сирот. Мэрия пять лет назад дала мне ответ, что вдоль южной магистрали, в соответствии с генпланом, предусмотрена земля для того, чтобы выделить ее под социальные объекты, в том числе под строительство такого социального жилья. Вот за эти пять лет вдоль южной магистрали появились у нас социальные объекты? Или, может быть, дома для социально уязвимых категорий? Нет. Выросли торговые комплексы, элитки. Резкие критики сегодня в парламенте подвергли работу таможенной службы. Парламентарии заявили, что к ним вновь обратились грузоперевозчики. Они пожаловались на то, что таможенники снова стали брать мзду в размере двух тысяч долларов с машин, следующих транзитом через республику. Депутаты отметили, что в подтверждении к словам водителей фур приложили видеозаписи, как осуществляются эти поборы. В этой связи парламентарии потребовали от правительства предпринять меры и проконтролировать работу таможенной. Соплатишь штраф и будет жить спокойно. Согласно решению Эмиля Каипова, судей Первомайского районного суда столицы, обвиняемого в вымогательстве взятки, прокурора Чуйской области приговорили к штрафу в размере 3 миллионов 300 тысяч сомов. Еще в октябре 2016 года ГКНБ сообщило о задержании Руслана Нурбекова. Этому предшествовали обыски в Чуйской прокуратуре. По некоторым данным, за прокурором в течение месяца спецслужбы ввели слежку. В его кабинете была установлена специальная аппаратура. За какие услуги, у кого и сколько он вымогал, следователи тогда не сообщали. Говорилось, что в органы поступило заявление, в котором и сообщалось о вымогательстве со стороны Нурбекова. Кроме того, к штрафу в 4 миллиона 100 тысяч сомов приговорили и прокурора одного из отделов Таира Джумабекова. К выплате примерно такой же суммы и следователя Айбека Рыспаева. Указанные лица также проходят по этому делу. Приговор будет обжалован. 4 тысячи долларов. Такую сумму требовал от гражданина следователь отделения внутренних дел Свердловского района Бишкека за положительное решение его вопроса. О вымогательстве он сообщил в госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Девушку задержали в момент передачи денег. Следователь выдворена в ИВС. Начато расследование. Еще один милиционер за вымогательство задержан в Аше. По данным МВД, с жалобой на инспектора информационно-аналитического центра управления внутренних дел Южной столицы обратился местный житель. Он рассказал, что указанный сотрудник ему угрожает, шантажирует и требует 20 тысяч сомов. Только на таких условиях дело гражданина также решится в положительном для него ключе. Инспектора младшего лейтенанта задержали в минувший вторник при получении денег через посредника. Возбуждено уголовное дело. Пара выпускных экзаменов еще впереди. А некоторые учащиеся уже начали отмечать окончание школы. При этом сами чуть не погибли. Так еще и подвергли опасности жизни других людей. В Бишкеке произошло массовое ДТП. На пересечении улиц Элебесовой и ФРС столкнулись сразу четыре автомобиля. Один Лексус и три Мерседеса. По данным управления обеспечения безопасности дорожного движения управляли машинами выпускники. Два лицеиста имени Чингиза от Матова, а также пока еще ученики столичной школы номер 29 и 6. Не исключено, что виновники аварийной ситуации, прежде чем сесть за руль, выпивали горячительные напитки. Как отмечают в ведомстве, все горе-водители будут доставлены в наркодиспансер для проведения экспертизы на алкоголь. И при этом милиционеры обращаются к взрослым с просьбой не давать детям личные машины. А в случае, если для праздничных прогулок будут арендованы автомобили, то провести предупредительные беседы и проконтролировать школьников, чтобы те не нарушали общественный порядок. Шесть человек погибли в результате разбушевавшейся стихии за четыре месяца этого года в стране. Такие данные сегодня сообщили представители МЧС. Всего, как отмечается, по республике произошло 65 крупных происшествий техногенного и природного характера. Только с января по апрель в Кыргызстане зафиксированы 1130 пожаров, жертвами которых стали 30 человек, в том числе ребенок. Зима вернулась в мае, правда, в отдельных районах нашей республики. Так, жители преимущественно Иссыкульской области распространили в соцсетях видео засыпанных снегом сел. Достаточно обильный снегопад минувшей ночью прошел в долине шахта Джергалан в Аксуйском районе. Аналогичная ситуация и в селе Талдесу Тюбского района. Такой же заснеженный пейзаж и в Чонки-Мини. Температура воздуха в этих местах опустилась ниже нуля. Кроме того, что заморозки пагубно могли сказаться на определенных видах сельскохозяйственных культур, в трудной ситуации оказались и животноводы. Под снежным покровом остались пастбище, тогда как запасов корма уже не осталось. Есть и потери. От аров 112 овец, находившиеся на зимовке Чичат в селе Сары-Камыш, погибло. Вчерашняя непогода спровоцировала трудности и на дорогах. Опасная ситуация сегодня утром наблюдалась на перевале Алабель, трассы Бешке-Кош. Автомобильное движение было сильно осложнено за счет гололеда. В пять раз за последние пять лет выросло число наших мигрантов в России. Такие данные приводит Министерство внутренних дел Российской Федерации. Согласно официальной статистике, в прошлом году в этой стране работало 377 тысяч кыргызстанцев. В то время как в 2012 году лишь 80 тысяч кыргызстан, напомним, вот уже третий год, находится в Евразийском экономическом союзе. Одним из ключевых условий которого является свободное перемещение рабочей силы, предоставляющие мигрантам из стран союза равные с россиянами трудовые права. Кыргызстанцам, как и гражданам Армении, чтобы легально трудоустроиться, даже не нужно получать специальный патент на работу, который в свою очередь обязателен для выходцев из Таджикистана и Узбекистана. По неофициальным данным, в России в разные периоды года находится от 500 до миллиона наших соотечественников. Следствие по Канату Исаеву должно быть начато повторным. Такую позицию сегодня озвучили депутаты Джогурку Кенеша. Накануне Комитет защиты парламентария заявил о выявлении 27 фальсификаций в этом деле. Коллеги Каната Исаева по законотворчеству предлагают заново созвать депутатскую комиссию и перепроверить все факты. Защитники арестованного депутата говорят, что не требуют его оправдать. Они настаивают на справедливом судебном процессе. Подробности в нашем следующем сюжете. 27 фактов грубейших фальсификаций, подтасовок, голословных, ничем не подтвержденных обвинений. Именно столько нарушений выявили сторонники Каната Исаева в его деле. Накануне Комитет защиты парламентария сделал заявление, в котором обнародовался детали подтасовок. Все эти факты, по мнению сторонников арестованного депутата, должны стать основанием для дополнительного изучения материалов дела. Несмотря на то, что в суде первой инстанции мы привели бесспорные доводы абсолютно безосновательности обвинения, прокуроры поддержали весь фарс следователя. А суд по двум эпизодам оправдал ввиду недоказанности, а по двум признал виновным. В приговоре суда указаны совершенно абсурдные вещи. Искажены показания свидетелей и протоколы заседаний. Налицо явные признаки коррупции и сговор сотрудников ГКНБ, Генпрокуратуры и судей, вследствие чего вынесен неправосудный приговор. Речь идет об уголовном деле в отношении Каната Исаева, по которому он обвиняется в злоупотреблениях в бытность мэром города Токмок и был осужден судом первой инстанции на 12 лет. Сторонники Каната Исаева говорят, что не требуют оправдать депутата. Они настаивают на справедливом и честном суде. Сегодня появилась надежда на то, что процесс будет вестись непредвзято. Президент пообещал вернуть доверие судебной системы, а для этого громкие процессы должны быть проведены без привязки к политике. Об этом Суромбая Джеймбекова попросил и сам Канат Исаев. Депутат Канат Исаев тоже обратился в Совет безопасности президенту Суромбая Джеймбеков, где он подробно и четко изложил все эти факты. И мы очень надеемся, что каждому факту будет дано соответствующая оценка, оно будет всесторонне анализировано, и по ним будут сделаны соответствующие выводы. Мы на сегодняшний день требуем законного, объективного, справедливого рассмотрения уголовного дела. Мы не просим оправдать его, мы просим законного, объективного, справедливого расследования. Если вот эти принципы правосудия, это в виде справедливости, объективности, законности будут соблюдены, то Канат Исаев будет обязательно оправдан, и он будет выпущен из зала сюда. Коллеги Каната Исаева по законотворчеству говорят, что обнародованные факты должны стать основанием для повторных проверок. Депутаты говорят, процесс сегодня стал уже настолько резонансным, что скрыть факты уже не удастся. В этой связи народные избранники предлагают провести повторное расследование дела своего коллеги. Каната Исаева задержали по надуманным обвинениям. И то, что сегодня Комитет его защиты говорит о том, что выявлены 27 фактов фальсификации, это серьёзный повод пересмотреть материалы дела. Я думаю, следователи должны заново расследовать все детали его дела. Парламенту также нужно заново создать депутатскую комиссию, которая должна подключиться к проверке озвученных фактов. Члены Комитета защиты депутата Исаева надеются, что фактами фальсификации заинтересуется глава государства. Арест депутата – случай нерядовой. В условиях того, что служители Фемиды сегодня не всегда объективны в своих решениях, защитники народного избранника надеются, что усиленный контроль всех ветвей власти поможет добиться от судей непредвзятого подхода. Игорь Потанин, Алтымбек Канебекулу, НТС. И на этом у нас пока всё. Смотрите наши следующие выпуски новостей. Я с вами прощаюсь. До свидания.